Приветствую вас, давайте попробуем забраться с тем, что вы написали. Я прочитал ваш вопрос, задали вы его достаточно давно, почти сутки назад. Чуть меньше по времени, и до сих пор вы не выбрали ответ лучшим, хотя вам ответили многие наши эксперты, и в частности, некоторые ответы мне понравились. Правда, вот беда в том, что ответы экспертов, они противоречат друг другу. И в этом есть специфика того, что вы задаете свой вопрос именно публично, желая получить мнение нескольких людей, ну, неопределенного круга людей, скажем так, и тем самым рискуете еще больше запутаться в том, что с вами происходит и куда вам вообще нужно идти. Вот. Тема вы затрагиваете серьезную, я бы сказал, дискуссионную, я бы даже сказал, диаметрально противоположную по взглядам на нее. Это ценностные ориентации, это место материального в нашей жизни, проблема денег, конечно, тоже. Ну и, собственно, мы сталкиваемся с тем, как люди находясь в состоянии почти всегда, в состоянии стресса по поводу денег, ну, то есть стресс денежный, он есть всегда. И кто-то учится бороться с этим стрессом путем зарабатывания денег, кто-то учится бороться с этим стрессом путем, наоборот, избавления от денег и так далее. То есть разница здесь, на мой взгляд, небольшая. Поскольку само наше общество, оно вот таково, что как бы вот, как бы мы не хотели, как бы мы не старались, что бы мы не делали, все равно деньги нужны, без денег никуда, без денег сложно, вот, значит, в любом случае нам приходится как-то на это реагировать, что-то нам приходится делать, для того, чтобы, ну, эти деньги у нас были, да, вот. И я здесь, я считаю, я уверен, что, еще раз вам повторю, стресс по поводу денег есть у всех. И вот правда заключается в том, что ваш мужчина, ваш мужчина, вот, именно ваш молодой человек, да, как таковой, он решил сам для себя, что деньги ему, в общем-то, не нужны. Он решил сам для себя, вот с этой проблемой, ну, с проблемой денег, он решил справляться с ней именно вот таким образом. То есть, значит, инфинективно записывая, как бы, людей, значит, в бандиты, если у этих людей есть большие деньги. Это, знаете, знаете, это такая вот, ну, защитная реакция человека, можно сказать, против современного господства денежных культур. И надо сказать, что позиция эта, она, ну, правильная или неправильная, эта позиция есть, и от нее нам при всем желании никуда не держат. То есть, я хочу сказать, я хочу, чтобы вы поняли эту важную мысль, что у человека есть четкая позиция по поводу того, что деньги не главное, главное любовь. Это значит, что ребенок, это значит, что его ребенок, ребенок этого человека, ну, он, скорее всего, будет воспитываться по такому же принципу, по сути дела. То есть, принцип будет следующий, у ребенка не будет, возможно, ничего своего, у ребенка не будет достатка, а отец, отец будет считать, что, в общем-то, все в порядке и никаких денег, в общем-то, ребенку и не нужно. И надо сказать, что это опять же позиция, так или иначе это позиция, нравится она нам или нет, но это позиция. И я думаю, что обязательно найдется человек, который, ну, будет разделять, например, взгляды его целиком и полностью в отношении, например, тех же денег. Это вот было такое небольшое вступление, которое, надеюсь, поможет вам понять вообще, в какую сферу вы входите. Я заведомо не затрагивал аспект психологический, ну, просто потому, что о нем вам уже сказали мои коллеги и не вижу смысла повторяться. То есть, по такому серьезному вопросу я прочитал несколько комментариев для того, чтобы понять, что вам говорить, например, уже не стоит, что вы уже и так без меня прочитаете в ответах моих коллег. Вот, давайте пройдемся теперь по вашему тексту. Моему мужчине 35 лет, он живет на съемной квартире, у него нет машины, но при этом в окружении есть состоятельные люди, которые весьма уважительно к нему относятся, однако лучше вдруг обычный хороший парень без особых финансовых успехов. Здесь вы, как бы, задаете сразу своего рода тон, тон своего письма, и тон вашего письма такой, что вы, как бы, говорите нам, что речь пойдет о деньгах. Деньги – это то для вас, что является, ну, достаточно важным элементом. Деньги – это то для вас, о чем вы будете говорить в своем соотношении. Тут нужно сразу сказать, что, вне зависимости от того, какое значение вы придаете деньгам, вне зависимости от того, какое место они занимают для вас, у мужчины вашего, судя по всему, еще до знакомства с вами было определенное отношение к деньгам. И если человек в 35 лет имеет достаточно серьезную жизненную позицию, если человек в 35 лет имеет достаточно четкие взгляды на жизнь, то это означает, что, скорее всего, эти взгляды приносят ему пользу. И если эти взгляды приносят человеку пользу, то зачем ему их тогда менять? В позе, конечно, можно говорить о том, что, значит, возникнет такая ситуация, когда ему придется, например, что-то менять. Например, там, вот как вы говорите, допустим, ребенок появится и так далее. Но это риск. Это риск отсутствия стабильного заработка, это риск отсутствия стабильной определенности в финансовом плане. И если для взрослого человека этот риск нормальным и оправданным, потому что каждый вправе жить так, как он хочет, то вот если мы говорим о ребенке и о семье, то это уже ответственность. Это уже серьезная ответственность. Татус и достойность это в том числе и финансовая. Финансовая ответственность на самом деле важна, если мы говорим о семье. Далее, чтобы вы сразу понимали, взгляд на семью и взгляд на ответственность у каждого человека свой. Деньги появляются периодами, пищевые, но бывает время, когда финансовый недвадцатый, он не глупый, умственно развитый, мужчина – мужчина. Физический, кстати, тоже спортсмен. Ну, вот здесь вы его как бы оцениваете. То есть вы как, наверное, серьезная женщина, серьезная, может быть, даже деловая женщина. Вот, простите, это, ну, об этом можно только лишь гадать, потому что не очень понятно из вашего сообщения, какая именно вы, вот. Но я однозначно могу сказать, что то, что вы серьезная и деловая – это факт. Это факт, и вы рассматриваете своего мужчину уже, ну, достаточно серьезно. То есть вы рассматриваете его уже в качестве своего, может быть, будущего мужа и так далее. Вот. Значит, то, что вы даете ему оценку – это здорово. Но он, как я понимаю, таким был всегда. Он не менялся в процессе взаимоотношения с вами. Он не менял свои взгляды в процессе взаимоотношения с вами. Он оставался таким, вот, как он есть всегда. Он был и им. И, соответственно, вы, перечисляя качество его и перечисляя его отношения к деньгам, показывайте нам ситуацию, при которой человек просто-напросто выбирает свой определенный путь. Он выбрал путь, например, без денежья. Ну, допустим. Допустим. Он выбрал путь без денежья. Он выбрал путь свободный от, например, денег. И это его выбор. Главное, чтобы человек этот свой выбор никому не насаждал, никому не навязывал. Но если ему так жить нравится, если его так жить устраивает, то это означает для него гармонию. А если это означает для него гармонию, то, соответственно, вряд ли он из этой гармонии выйдет. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы он вышел из своей гармонии. И это, к сожалению, не рождение ребенка для вас. Ну, и для него тоже. Значит, он говорит, что он не может зарабатывать деньги нечестно, если на душе неспокойно. То есть, человек говорит нам о совести. Человек говорит нам о том, что он бы мог зарабатывать деньги, но единственный способ зарабатывать деньги, значит, ну, если единственный способ заработать деньги приличный, это, если я правильно понял, работать нечестно. По его мнению. То есть, как бы он сам себя загоняет в определенные рамки, считая, что большие деньги можно заработать только нечестно. Почему? Потому что иначе это огромный труд, а трудиться человеку много и сильно, несмотря на лень, не хочется, потому что он понимает, что для того, чтобы заработать большие деньги, честным трудом нужно много работать. Именно много. Именно много и постоянно. Он к этому определенно не готов. И дабы купировать вот это вот свое чувство, что он не зарабатывает деньги и не способен их иметь, ну, видимо, большие деньги, что он не хочет. Человек воспользовался такой защитной реакцией, так как правильно это называется, принижением. Что это такое за реакция? Реакция принижения означает искусственное, рациональное обесценивание того, чего человек у меня до сих хочет, но по какой-то причине не может получить. В данном случае поведение вашего мужчины и его позиция очень на это похожи. Почему? Стараюсь вам объяснить. Значит, тот, кто старается жить честно и по сердцу, это хорошо. Другое дело, что можно честно и по сердцу деньги зарабатывать. Я не думаю, что с этим обязательно должны быть какие-то проблемы. Я не думаю, что нельзя зарабатывать деньги и при этом, например, жить обязательно не честно. Я думаю, что это вот определенные стереотипы вашего мужчины, определенные его стереотипы, которые либо он специально себе воспитал, чтобы было чем подкреплять, например, свою позицию по деньгам. Либо он действительно так считает, но в таком случае довольно ограниченная позиция. Считать, что в семье главная любовь к деньгам относится странно и не серьезно. А вот странное отношение к деньгам, оно какое? Вот вы говорите странное отношение к деньгам у него. А вот странное отношение к деньгам, оно, по вашему мнению, какое вот странное отношение? Почему странное? Именно почему вы считаете, что оно странное у него, у мужчины? Это, на мой взгляд, довольно важный момент, ну, просто потому что нужно обязательно разобраться с тем, значит, значит, в чем странность. Именно. Для вас. Хотя бы. Потому что, ну, если вы поймете, в чем странность именно для вас и его отношение к деньгам, то вы сможете, по сути дела, определить свою позицию по данному вопросу. Определив свою позицию по данному вопросу, вы могли бы уже выработать отношение. Потому что пока, пока, на данный момент, ситуация заключается в том, что вы говорите просто о странном его отношении к деньгам, то есть не соответствующим вашему отношению. Но ведь это нормально. Несерьезно. Понимаете, градация серьезности и несерьезности отношения к деньгам тоже у всех разная. И если вы говорите, что человек несерьезно относится к ним, то это, ну, совершенно спокойно может быть только ваше мнение. Совершенно спокойно это может быть только ваш взгляд, и совершенно спокойно это может быть только ваша интерпретация. Вот именно, именно ваша интерпретация того, что вы, ну, например, считаете несерьезным отношением к деньгам. При этом сам человек может считать, что он относится к деньгам серьезно. То есть здесь вот ситуация как бы немного двояркая. То есть, с одной стороны, вроде как, вы считаете, что он к деньгам относится несерьезно, а с другой стороны, вы, например, ну, можете довольно легко и ошибаться на этот счет. И вот этот момент, его нельзя отбрасывать со счетов, потому что, если вы считаете, если вы считаете, если вы полагаете, что человек несерьезно относится к деньгам, а если вы относитесь к деньгам серьезно, то свое отношение к деньгам вы волей-неволей считаете эталоном отношение к деньгам и, значит, сравняете всех людей на них, на него, на это отношение. При том, что оно у вас может быть чересчур серьезное, вот вы, например, довольно досконально описываете то, как вот ваш мужчина воспринимает эти средства, эти деньги и так далее. То есть, видно, что вы прямо это анализируете, видно, что вы прямо об этом думаете и видно, что вы прямо размышляете об этих вещах и это, ну, я уверен, не добавляет вам какой-то радости в жизни. Например, либо радости в жизни, либо, значит, ну, либо, если мы говорим не обязательно про радость как таковую, да, а мы можем говорить, например, о том, допустим, что вы не можете получать удовольствие от взаимодействия с этим человеком, допустим. Вот это тоже не на пользу, опять же, вам идет. Далее. Говорит, что учите, у меня ничего нет, поэтому не объявляйте, если что. Ну, это довольно-таки, опять же, честное и прямолинейное позиция. То есть, вот, он как бы говорит, смотри, у меня ничего нет. Ты либо выбираешь меня и принимаешь то, что у меня ничего нет, либо ты не со мной. И честно скажу вам, позиция, ну, если не идеальная, то, по крайней мере, по крайней мере, достаточно честная для того, чтобы, ну, принять ее во внимание. То есть, относиться к ней с уважением. И полагаю, что именно по этой причине, по причине того, что человек придерживается своей позиции. Человек, ну, значит, человек продвигает ее, человек остается верен ей этой позиции, вот именно поэтому я полагаю его и уважаю. Здесь все честно. Идем дальше. Сейчас спрашиваю, а как семью записать ребенка, который может появиться и так далее. Здесь следует уточнить сразу вот какой момент. Вы говорите про кого в контексте семьи и ребенка? Вы говорите в контексте себя или вообще? Вот, на мой взгляд, это очень важный момент. Потому что, если вы говорите про себя, это одно, если вы говорите вообще, то это, ну, совсем другое. Совершенно другое. Поэтому, да, давайте мы для начала с вами будем исходить из того, что вы говорите про, значит, себя. Изначально, давайте мы будем исходить из этих моментов, что вы говорите про себя, да? Значит, в таком случае, если вы говорите про себя, то, я думаю, довольно справедливым будет вопрос. Ну, если вы говорите про себя в контексте вот этого самого человека, то он может задать вам вопрос. Как бы семью мы же будем создавать тобой, исходя из моих и твоих ценностей. То есть, если ты со мной, то ты принимаешь меня таким, какой я есть. И, соответственно, нас с тобой, например, ничего не связывает. То есть, человек говорит, раз ты приняла меня, значит, ты приняла и мою модель. Мою модель того, как я вижу создание семьи. Вот как он, например, говорит, да, что стимул, вот должен быть стимул. Ребенок – это стимул, стимул – это что-то делать. А пока стимула нет, ну, соответственно, делать ничего не будут. Если вы говорите не о себе, а вообще, возникает тот же вопрос. А зачем вы об этом спрашиваете? Ну, для чего? Хотите выяснить мнение человека? Хотите выяснить, как он к этому относится? Ну, вы же сами, наверное, понимаете, что это намек. И намек довольно сильный. Ну, как ты будешь создавать семью и так далее, и так далее. Вот. Далее. Далее. Значит, ага. Это будет хорошим стимулом, говорит он. Далее. Полагаю, что девочки вокруг него всемирь картинья и импотит на любовь. Если честно, если честно, то, как мне кажется, дело здесь не в девушках, которые меркантильные, а дело здесь именно в том, что ему самому выгодно так думать. Ему выгодно считать, что все девочки меркантильные и всем девочкам пофигу на любовь, потому что тогда это может освободить его от ответственности перед, ну, например, перед ними. Вот. Далее. 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 Вы выбираете человека финансово ориентированного, но при этом с определенной грязью. Мне кажется, что вы здесь хотите какого-то идеального мужчину иметь, но в действительности это невозможно. Простоком я его тоже назвать не могу, но он не простак. Это интеллектуальный человек, который достаточно сильную теоретическую базу подвел под свое мировоззрение. Отмечу, что все хорошо, пока я не начинаю задумываться о том, что денег нет, и когда они будут, и будут ли вообще... Интересно, что в этом вы как бы опускаете свою личную ответственность за деньги. Но если у него нет денег, он может заботиться о ребенке, он может с ним сидеть, он может работать нянькой, он может его воспитывать и так далее. А вы бы работали. Вы бы работали, чтобы защитить человека от той грязи, о которой вы пишете. Но вы как будто бы не голосите о своей ответственности и перекладываете всю задачу по появлению денег на него. Вы говорите, морально становится плохо от этого. От чего? От того, что вы на человека перекладываете свою ответственность за появление денег? Ну, тогда нужно рассматривать вашу женскую модель поведения и ваш идеал женского поведения и равным счетам мужской идеал. Какой вам нужен мужчина рядом с собой? Потому что если вы хотите мужчину без грязи, то, соответственно, это одно из проявлений его характеристик. И в данном случае это проявление, то есть позитивное проявление его характеристики, которое в некоторых случаях оборачивается и негативным проявлением. И получается, что вы не готовы принимать его негативное проявление характеристики. При этом сама характеристика вам нравится. Далее, в голове абсурд, как человек с нормальными мозгами, социальным окружением ничего не имеет. А зачем? Зачем ему это иметь? Для чего? Для вас, чтобы вас обеспечивать. Чтобы семью с вами создать. Но ему не надо ничего. Пока. Появится ребенок, может быть, будет надо, а может быть, нет. Пока-то я вижу нужду вашу. Вашу нужду в деньгах. Возникает вопрос, если у вас есть нужда в деньгах, почему вы требуете этого от него? Создайте с ним дело, создайте бизнес свой, развивайте его. Пусть он вам приносит деньги, и тогда все у вас будет хорошо, если вам деньги нужны. А ему нет. И он имеет право, в принципе, как вам и сказали, их не хотеть. Позвольте человеку быть собой. Тем более, он вам нравится таким. А вы хотите его, как бы, переориентировать на другое. Это не есть хорошо. Кстати, я сама привыкла биться за финансы. Ну, прям вот уж биться. А почему биться? Почему не заниматься любимым делом, не получать удовольствие от процесса и не получать из-за этого деньги? Почему обязательно, обязательно биться, жертвовать, преподмогать? Вот, может быть, из-за этого отношения к деньгам, да вот они труднодостижимы и труднополучаемые у вас такое отношение к ним. Так это ваше собственное восприятие денег. А вы его проецируете на мужчину, что не есть хорошо. Считаю, что умение делать деньги любими способами в рамках закона достойно только восхищения. Но надо сказать, что это довольно печально, что вы восхищаетесь с умением человека делать деньги. А вот деньги в рамках закона делают. Вот только всегда ли это достойно восхищение? Законы, они тоже разные бывают. На какие законы ориентируетесь вы, например? А люди, которые ведутся за таких умельцев, самые виноваты? Отчасти, я с вами здесь согласен, но и появление этих умельцев обусловлено определенным отношением к деньгам. Понимаете? И далеко не каждый человек будет знать о том, что такие умельцы есть. Вы даже торопитесь возлагать ответственность на других. Вы торопитесь возлагать ответственность на своего мужчину, на тех других, которые попадаются в умельцев. Но при этом вы ничего не говорите о своей ответственности, кроме того, что вы привыкли деньги выгрызать. И кроме того, что вас восхищает умение зарабатывать эти самые деньги. И восхищает, я полагаю, это умение потому, что вы сами всегда-таки делать это, по вашему мнению, умеете не так хорошо. А деньги вам нужны. Человек восхищается всегда тем, что для него актуально. Вот стоит подумать, а почему деньги для вас актуальны? Какая вообще их ценность для вас? И с тем ли вы, мужчины, сошлись с такими ценностями? И не потому ли вы с ним сошлись, что у вас именно такие запросы? То есть не потому ли вы сошлись с мужчиной, который без грязи, как вы говорите, и который не меркантилен и так далее. Потому что он возможен для того, чтобы чувствовать, насколько чистым и невинным может быть человек. Уважаемый эксперт, я не хочу переделывать своего мужчины, но как можно подсрочить это серьезное при таком раскладе? Ну ладно. Это вопрос скорее риторический. Если вы хотите с этим человеком быть и если вы хотите делать его счастливым, то вы просто принимаете его, подстраиваете спор его интересы и самостоятельно берете на себя ответственность за то, что он не делает. Если вы его любите, если вы хотите быть с ним и если вы хотите делать его счастливым. Если нет, то никак. То ли мне стоит разорвать отношения, пока они не нашлись слишком далеко? А вы, вот кто-то вам посоветует разорвать отношения, кто-то посоветует их сохранить, но вы опять же здесь как бы не хотите брать ответственность на себя за решение. Вы хотите, чтобы это решение вы приняли за вас? А сами вы что думаете? Вам самой что важнее? Ребенок, который совершенно необязатель, которого можно начать позже, которого можно усыновить или удочерить, или воспользоваться услугами срогатной матери, если вы сами родить позже не сможете или боитесь, что родите больного? Это все детали сейчас. Почему вы думаете о семье и о ребенке с мужчиной, с которым вы еще даже не женаты? Вам нужна семья? Вам нужен ребенок? Для чего? Вам нужна финансовая обеспечение, финансовая стабильность? Для чего? В какое место в этой стабильности вы отводите себе? Почему всю ответственность за это вы переносите на него? Вот на эти вопросы вам нужно ответить, и я уверен, тогда вы получите сами ответы на свои вопросы. Сами поймете, что вам лучше сделать. А психологи, они не советуют. Психологи дают рекомендации, помогут проанализироваться ситуацию, лучше понять себя, но не дают советов. Иначе чем мы отличаемся от ваших друзей. На этом все, надеюсь помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!